В Писании сказано «Уклонись от зла и сотвори благо». Прежде чем сотворить благо, нужно уклониться от зла. Вот представьте себе, что у вас есть возможность на весь Великий пост уехать куда-то в безлюдную местность, в лес, в какой-то маленький монастырь, где есть возможность посещать службы, молиться, приходить на трапезу монашескую, читать книжки, гулять по этому лесу. Я вас уверяю, что по прошествии Великого поста, когда вы вернетесь из этого леса и погрузитесь в этот мир, вам станет плохо. Физически плохо. Когда вы выйдете на улицу, включите телевизор или интернет, просто увидите проходящих людей, машины, вы будете испытывать тошноту. Почему? Потому что мы с вами живем в отравленном мире, в противоестественном мире, в котором еда, пейзажи, звуки, взаимоотношения. Вот эти картины, которые проносятся у нас перед глазами, они отравлены, они противоестественны. Если раньше люди работали в поте лица, уставали, дышали чистым воздухом, ели натуральную пищу, видели природу, слушали ее звуки, и таким образом они, эти люди, преображались. И все окружающее их воспитывало их, то теперь сама окружающая обстановка человека деформирует, уродует человека. И самое важное, вот что, что этот изуродованный человек, всем окружающим миром, не способен воспринимать истину. Он не способен понимать, переживать и погружаться в Евангелие. Он не способен каяться, не способен жить духовной жизнью. Поэтому я вам дам первый маленький совет. Немножко закройтесь на эти дни поста, насколько это возможно. От внешнего мира, от пошлости, от глупости и от неправильного времяпрепровождения. Закройтесь от этого. Как? Пойдите погуляйте в лес, посмотрите хорошее кино, послушайте хорошую музыку, почитайте хорошие классические книжки. Это не значит, что мы должны ничего не видеть, ничего не слышать и так далее. Мы должны просто заменить отраву на какую-то здоровую и правильную пищу. Попробуйте это сделать. Вы всегда подходите и спрашиваете у меня, как вот быть, что читать, как молиться. Вы не способны молиться, услышьте меня. Неспособны. Это все равно, чтобы биться головой об стену. Для того, чтобы стать способным молиться, нужно сделать капельницы. Знаете, как алкоголику делают капельницы? Выгоняют из него химию, отраву. И только после этих капельниц он начинает кушать здоровую пищу. Он не может кушать, у него все время рвота. Вот что надо сделать. Надо поменять отраву на что-то доброе и хорошее. Это первое, что нужно сделать. Что касаемо духовной жизни, вот смотрите, есть такой человек очень интересный. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Он такой маленький, щупленький, такой худенький человек. Родился он в швейцарских Альпах. И с детства ходил по горам. Очень нравилось ему покорять вершины. И когда он стал взрослым человеком, он решил покорить все известные человечеству восьмитысячники. Гора, восемь тысяч метров. Их всего четырнадцать. Это единственный человек, который покорил все четырнадцать восьмитысячников. Он мне очень запомнился. И ему задали вопрос, как ты это сделал? Ты такой щупленький, такой какой-то незначительный, не богатырь. Он говорит, я шел маленькими шагами. Маленькими шагами. И поэтому я это сделал. А те, кто шли большими шагами, те, кто торопились, суетились, отвлекались, они либо не взошли на эти горы, либо погибли. В духовной жизни нужно идти маленькими шагами. Но нужно идти. Нельзя останавливаться. Потому что в духовной жизни, если мы остановимся, то мы с этой горы скатимся. И нам придется начинать все сначала. И мы так начнем раз пять-десять сначала, а потом скажем, нет, это тяжело, это невозможно. И мы опустим руки и не будем жить в духовной жизни. И погиб. Вот эти две мысли я хочу донести до вас. Две мысли всего. Вот вы попробуйте первую седмицу просто убрать в доме, постирать, вытереть пыль, займитесь упоркой. Вот. И так вот постепенно оградите себя от внешнего. А потом вместо вот этих пошлых сериалов и каких-то ток-шоу и новостей, знания которых, новостей, нас не меняет совсем. И обстановку на войне это не меняет. Что мы узнали новости. Лучше эти 15-20 минут, которые мы узнаем новости, лучше помолиться за них. Это будет больше пользы. Что мы узнали новости, что это дает? Ну, узнал я новости, там, расстроился или обрадовал. Это ничего. Но это уже, так сказать, к слову. Поэтому, дорогие мои, я желаю всем нам провести Великий Пост в таком вот, скажем так, напряжении, в добром здравии, в таком, знаете, сосредоточенности и дожить до Пасхи. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok